друзья всем привет меня зовут кирилл рыбасов это третье видео о том как продвигать свои видео на rutube у меня для вас несколько классных выводов конечно на них миллион долларов не заработать но по крайней мере уже это не пук в лужу уже хоть какое-то продвижение и так первая мысль первая какая мысль вам надо выкладывать видео детские видео детские видео в раздел детям в детям в то время когда дети больше смотрят и меньше выкладывают ко мне такое ощущение что по выходным они выкладывают больше чем в будни и будни они смотрят больше по выходным они все-таки у них режиме ножку сбиты и они побольше там ковыряют с телефоном, что-то выкладывают. Поэтому, наверное, часа в два ночи, если вы выкладываете, то вот с ночи до утра все это время ваше видео лежит. Никто особо там с утра видео не выкладывает, а больше там просматривает. Это вот такой первый лайфхак. Второй лайфхак, да, это шорцы, так называемые шорцы. То есть, если мы зайдем на главную страницу, то есть, что давайте про детей добью. Про детей, если вы заходите, как туда попасть. Это надо зайти в каталог или в каталог, найти раздел детям, и вы попадаете, вот в разделе детям, попадаете в новинки. То есть, 5, 9, 15 минут. Ну, кстати, надо посидеть просто в разное время, посмотреть, как часто выкладывается видео. Вот, например, я 41 минуту назад одно из моих видео выложил, она попала в эту категорию. То есть, здесь просто новинки, все подряд. Вот, кто выложил, то и попадает. То есть, нет такого скорости выкладывания видео на Рутюб в этот раздел со скоростью там 100 тысяч видео в секунду. То есть, выкладывается примерно там каждые 3-4 минуты. То есть, еще людей, которые выкладывают контент, не так много. И поэтому можно здесь провисеть там несколько часов. 2, 3, 4 часа можно провисеть в разное время. И, следовательно, пока здесь что-то висит, это просматривать. Потому что Рутюб есть и на телевизорах. Рутюб, видимо, могут ставить родители своим детям. Вот, смотри, и их загоняют только в раздел дети. Я это еще не понял, как сделать. Может, на приложении и так далее. Но это есть. Поэтому небольшой трафик можете получить. Сколько это небольшой трафик? От 50 до 200 просмотров. То есть, в среднем от 50 до 100. Давайте так, 200. Вот у меня тут недавно, случайно, можно так сказать, получилось. Я такой трафик получил. То есть, на сегодняшний день я так и не понимаю, как постоянно получать трафик. То есть, в какие ниши нужно заходить. Как люди набирают в YouTube, в поиске. Набирают ли они в поиске вообще и так далее, и так далее. Но, тем не менее, первые у меня появились, да, видео, которые сами по себе чуть-чуть набирают просмотры. Чуть-чуть набирают просмотры. И появились видео, которые на старте могут получать от 50 до 100, но иногда и там до 200 просмотров. То есть, в среднем видео на Рутюбе, если ты его выложишь непонятно как, непонятно куда, может дать тебе там от 10 до 25 просмотров. Видео, которое ты понимаешь, куда выкладываешь детский контент и в нужное время отдаст тебе от 50 до 100 просмотров. То есть, это от 5 до 10 раз больше, чем если ты этого не будешь знать. Можно ли на этом как-то заработать? Можно ли тут получить от этого лайфхака какой-то большой эффект? Нет, нельзя. Но, по крайней мере, это уже отлично от нуля. Что-то стремится ближе туда к единице и от нуля стартануло. То есть, если раньше все можно было умножать на 0, то здесь что-то становится интересным. Второе направление, которое дало мне и не дает мне покоя, я не могу понять, как это произошло. Это я набрал на одном видео почти 750 просмотров. Скорее всего, я сейчас понимаю, как это произошло. Это произошло следующим образом. То есть, если мы заходим на главную рутюба, у нас будет почти там 13 или 14 первых блоков. То есть, например, для вас первый блок, второй топ видео, третье новое из подписок, четвертое, пятое, шестое, седьмое, восьмое, девятое, десятое, одиннадцатое. И вот двенадцатая, нет, двенадцатая, тринадцатое, четырнадцатая, пятнадцатая. Аж пятнадцатый блок, это вот эти шорс. Шорс это некие скетчи, такие какие-то там юмореские от людей. И они выкладываются первое, они должны быть юмореские. То есть, само видео должно быть вертикальное. И третий критерий, оно должно быть в разделе юмор. Как сюда попасть? Непонятно. Но у рутюба, как я понимаю, умных алгоритмов на сегодняшний момент нет. А есть люди, конкретные люди, которые сидят и сами руками распределяют видео в ту или иную категорию. И, естественно, эту юморескую они должны увидеть. То есть, они должны понять, что это вот такая штука и добавить ее в юмор. Но, по аналогии с детским контентом, если сюда все попадает, в эти шорсы все попадает, именно ты попадаешь, именно... То есть, детский контент, в раздел новинки ты попадаешь просто потому, что ты выложил видео. То как попасть вот сюда, по какому критерию, непонятно. То есть, видно, что, конечно же, сверху более свежие видео, снизу более не свежие видео. Но вряд ли у нас последняя юмореская на рутюбе была 19 часов назад. Скорее всего, какой-то еще есть критерий. То есть, вот видите, это категория юмор, комментариев никаких и так далее, и так далее. Но есть у меня вероятность отличия от нуля, что сюда попало видео не по времени, а сюда видео попало по еще какому-то критерию, количеству просмотров и так далее. Но нам надо протестировать. То есть, я сейчас в ближайшее время, у меня такие юмореские есть, я сейчас их выложу сюда и посмотрю, попадаю ли я просто в категорию сразу же без какого-то, или что-то должно произойти. И попадаю ли я вообще сюда, и как-то я здесь могу себя найти или нет. То есть, вот этот шорт, то есть, мое одно из видео именно попало, скорее всего, сюда и набрало 750 просмотров, потому что в любой другой категории она этого набрать не могла. То есть, просто в категории юмор, по умолчанию она, скорее всего, не набрало. И третий лайфхак, который удалось узнать в последнее время, это то, что у Рутюба, оказывается, есть свое сервис, точнее не у Рутюба, а Газпромедиа, который владеет в том числе и Рутюбом, есть своя... где она тут? Так, 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 где-нибудь вот здесь своя, еще одна приложуха называется Япи, которая продвигает короткие видео. То есть, большая очень вероятность, что это Япи, скорее всего, либо как-то более интегрировано сюда войдет, или вообще сольются они вместе с Рутюбом, или на Рутюбе появится там клон этого и так далее, и так далее. Но это уже следующие мысли, они нам сейчас пока не интересны, но нас интересно, что с этим Япи можно сделать. И вот я Япи это взял, зарегистрировался туда и посмотрел, как вообще происходит видос. И вроде как бы мне там вдохновило, о, смотри, это 100 видео, 100 просмотров, там по каждому видео дает. О, это гораздо круче, чем даже на самом Рутюбе, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Но потом я почитал, посмотрел, и оказалось, что это очень все похоже, что на самом деле это не 100 просмотров у меня, а 100 до 2 просмотра, и 100 мне просто нарисовали, 6, и мне 100 просто нарисовали, 3, и мне просто 100 нарисовали. В итоге, видите, все видео, чтобы я не выкладывал, все видео за 100. Я про эту фишку прочитал, у них ребят, которые начинали, когда просто было там 2, 3, 6 просмотров, ну и что бы они ни делали, то есть просто тут пользователей нет. И в конечном итоге, когда у меня было вот раз, два, три, четыре, пять видео по 100 просмотров, я решил выложить просто ковер, думаю, выложил грязный ковер, который перед стиркой. И в итоге он тоже набрал больше 100 просмотров, и лайков примерно столько. Никаких комментариев, никакой явной движухи со стороны пользователя нет. И это очень все похоже на простую накрутку от самой Япи. Возможно, да, конечно, если каким-то образом попадаешь вот в этот раздел, где вот этот у нас был, вот в этот раздел, вот сюда там ты попадешь, и какой-то трафик ты, конечно же, с Рутюба получишь. Потому что на Рутюбе реально живые люди, живое все, потому что слишком много программ специальных, отдельных, многие блогеры сюда только перешли с Рутюба, потому что их выгнали с Ютьюба и так далее. Здесь есть живой трафик, здесь есть, там, может быть, только уникальные пользователи этого сервиса и так далее, и так далее, и так далее. Но с Япи пока у меня большие вопросы. То есть, резюмирую, у нас есть детский контент, который можно получить, получить трафик. У нас, возможно, есть вариант попасть в раздел шортс, в раздел юмор и делать скетч, и какие-то видео все подряд в Япи, но как сюда залететь, вообще непонятно. И с названием, друзья, оказалось, что, опять же, алгоритмы глупые у Рутюба, и они не понимают. То есть, если ты набираешь, например, ну, давайте сейчас, там, давайте вот новые мультики наберем, да, новые, новые мультики, то, как я понимаю, система будет искать и по слову новые, и по слову мультики. То есть, в идеале, то есть, должны быть не только мультики, но еще что-то. Ну, вот, сообразило здесь. Сообразило. Но до этого я какие-то критерии вводил, и, например, четкое там, четкое название, которое у меня есть, мое видео не заходило, а выходило, вообще, например, там, видео с какой-то категории. Ну, давайте глянем. Так, железный человек. Вот, железный человек. Вот сейчас, по идее, ну, по идее, ну, давайте машинку купают в Тархуне. Вот, он сейчас должен, по идее, найти мне, давайте машинку, машинку купают в Тархуне. Вот, с днем рождения, счастья, то есть, каким-то образом, удача, любви, взаимопонимание. Каким образом по этому запросу вышло? Машинку, то есть, автомобили класса люкс. Как вообще это происходит, поиск? Почему эти вышли? Почему нету в названии машинку? Или машину? Машинку, машинки, давайте, вот машинки, что у нас выйдет? Ну, короче, в итоге, вот, умные машинки, машинки для мальчиков, новые мультики, мультики про машинки, развивающие мультики с машинками. То есть, ну, то есть, я хочу какую мысль сказать? Что, скорее всего, если название сложное, то оно это сложно, точно этот сброс не понимает. Он просто делит это на слова, которые там содержатся, и по ним ищет. Возможно, используют прилагательные, а возможно, вообще никак не используют. Да, и, ну, вот смотрите, у меня есть машинки, название моих видео, но здесь их нету. То есть, он умные машинки мне почему-то подставляет, там, с прилагательными. Я же точный запрос машинки попросил. Он все равно, там, выдает другие запросы. Или, например, там, Hot Wheels. Да, Hot Wheels. Вот, должны же видео только с Hot Wheels вылетать, правильно? А он мне выдает машинки, меняющие цвет от Hot Wheels. Ну, ладно, здесь еще понятно. Hot Wheels, Hot Wheels, Hot Wheels. Ну, ладно, ладно, здесь. Но все равно. В общем, смысл такой, что у нас с названиями проблемы, и с точными запросами проблемы непонятно, как на самом деле работает в идеале этот поиск. И вот здесь есть основные проблемы. Все, друзья, вот такие основные выводы, которые были получены в последнее время. Дальше ждем. У нас 4,5 тысячи просмотров. Мне сказали, что модерацию я, скорее всего, смогу пройти, если у меня будет 5 тысяч просмотров. В правилах написано, что я должен 5 тысяч просмотров. И все эти просмотры больше 60 секунд. Но у меня ничего такого подобного нет. Где эту статистику посмотреть про то, что какие видео набрали 60 секунд, и какие не набрали, такого нет. Я написал в поддержку. Мне сказали, ты просто дождись, когда у тебя будет 5 тысяч просмотров, и увидишь, появится у тебя в кнопочке монетизация, еще одна кнопочка, подать на монетизацию, стать партнером, она должна, наверное, загореться или нет. Вот если загореться, тогда счастье наступит. Скорее всего, критерии про 60 секунд они отменили, но в правилах это не убрали. Как я понял, это с точки зрения именно консультанта. Все, ждем. То есть, последний месяц у меня 4 300, всего у меня 4 500, почти 4 600. Это несколько дней, я думаю. Несколько дней, и уже будем тогда скоро выпускать видео о том, как пройти модерацию, какие есть проблемы, пропустили, не пропустили, что произошло и так далее. Все, всем счастливо, пока-пока. Продолжение следует...